МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Навин Региону» Студой Павел Савицкий, витая вас, глядите в этом выпуске. Те запотребованные практики в Могилеве провели больше за 300 кермашов вакансий, кольки беспроцовных вздорили порцовут коваться. Почуть и побачить, как працуются разведчики и какую махчимость отримают могилевчане на воды юбилею Радуя Могилев. Гучить у першиню в Могилеве, что такое меса мира и как на музычные палитры еднаются со светной религии и подробностей у Татьяны Сергеичек. Каля 9 тысяч человек наведали кермаши вакансий. И такую статистику приводить у могилевским облвагонками. Подобная практика оказалась вельми запотребованной. У регионе провели больше за 300 кермашов, и многим яны насамрежда помогли знайсти працу. Еще недавно Святлана была беспрацованной. После вертания уродной могилев требовало починать новую сторонку життя. Работу шукала месяца четыре. Каля пришла на кермаш, особливых иллюзий не тримала. Завод «Электроруховик» пропонавал вакансию табельщика. Женщина сгодилася с радостью. То, что я искала, вот примерно это, вот так вот произошло, что повезло. И эта вакансия была. Работа с людьми, вот именно у меня большой опыт. Худка и она заняла посаду инженера по подрыхтууце кадров. Дарычи на той кермаш вакансии «Электроруховик» выставил Каля 20 вакансий. Очень большое количество людей обратилось в тот же день, но где-то порядка десяти человек, это точно. Мало того, что приезжали, но еще и звонили. Ярмарки вакансии, они, может быть, дают возможность ближе познакомиться со спецификой того иного предприятия. И на одной площадке сразу представлены представители многих нанимателей. У в области на улику у службе занятости каля 5 тысяч человек, а вакансии о мальше с половой тысяч. Разом с тем есть специфичная профессия. А часом адукация сайскальника не подыходит на мальнику. Теперь, например, на рынку потребуются будовники и медработники. Илья Соболев, Катерина Городницкая, Александр Тарасов, Новины региона. Супрацовники Могилевской мытни долучились до доброчинной акции в школу с добрым сердцем. Молодь правоохочей структуры сбирают шутки, аловки, альбомы для малевания, фломастеры. Школьные прилады мытники передадутся детям с малозабеспеченных семей. Супрацовники мытни кажут, что эта акция выкликала у их интерес. Люди в погонах подышли до ЕС креативом. А кроме канцелярских прилад, яны подрыхтовали для детей шмат паштовок с пожаданиями поспехов у новом научальном уходе. Не только почуть, а и побачить. Як працуют радыщики, такую махчимость отымают могилеучане с нового юбилея Радио Могилеу. Радыщики рахтуют до 20-ти годы иснования уласной радиостанции ни ту неизвучайную фотовыставу, ни над люстрой, а радио изнутри. Телевизионные коллеги веншуют. Радио Могилеу с юбилеем и, конечно, не упустили шансы побывать на фотосессии. Чтобы отражение было, понимаешь? Вот это мне кадры еще очень нравятся. Присутность на працонном месте фотообъектива для Максима Страухова з'ява незвыклая. Але для юбилею он готовый поистинный эксперимент. Начальник отдела радиовещания отказывая за музычное оденье радио. Як усе остатние, намагается, чтобы радио Могилеу за уседы было якосным и запотрабованным. Радио Могилеу стильное, модное и всем нужное. Гэта так званая репортажная здымка. Радышики за працованными месяцами. У кадры тое, что они робят кожный день. Фотограф нават не потребует занадто позировать. Хучей быть самими собой. Посмотри в окно, погода какая. Вот, отлично, прекрасно. Радио Могилеу сёння гэта больше за тры дзесятки проектов. Круглосуточное эфирное вяшчанье. Эксклюзивный контент для своего слухача. А еще профессийная команда, якая и робить радио Могилеу. Всем огромное спасибо за любовь, преданность и за приятные эмоции, которые помогают делать свою работу. Восьяны, радышики. Их наскрозь бачить Алена Бузук. Ей працовать на радио приемно, як Николе. Я тоже начинала с радио, так что это и мой праздник тоже. Так что радио Могилеу – это прекрасное радио. Юбилейная фотовыстава – справа отказная. Радышики успремают процесс с настероженностью и цикавостью одночасово. Особливо арехтовалася жанучая полова радио Могилеу. В этот день мы тоже старались сделать красивую прическу, красивый макияж, выглядеть эффектно, замечательно, так, чтобы произвести впечатление. Ну а радио Могилеу умеет производить впечатление. Фотовыстава открылся 15 вересня у день, коли у 1997 годе у Прамы эфир со своими пазауными вышли ведучие у ласной радиостанции. Яна будет працовать у городской библиотецы Могилёва имя Карла Маркса. На сердце, на душе – любовь, любовь, любовь к родному любимому радио, самому лучшему в мире. Шановные сябры, заужды слухайте радио Могилёву. Заставайтесь с нами на 96.4.fm. Алися Рыбалка, Александр Тарасов, Новина региона. Новый театральный сезон для могилеучан начнется наприконцы вересня у репертуара Могилёвска драматичного як премьеры, так и вядомая глядачу спектакли. 20 и 21 вересня до уваги могилёвских театралов – сучасный Мастацкий театр з Минску. И одразу две комедии «Дом уверх дном» и «Шалёные агрошы». Официйное открытие юбилейного 130 сезона стартует 23 вересня с ностальгичной комедии «Каски Старого Арбата». Спектакль широко знаемый могилёвскому глядачу. У версии режиссёра Александра Дольникова знакомитая пьеса Алексея Арбузова пера утворылась и у добрую «Каску». Тут есть место для смеху и светлого сумму, каханню и творшести, молодости и сталости. А вот первая премьера юбилейного сезона – история каханья непотребных людей. У постановцы режиссёра Андрея Гузия по одной из самых добрых и оптимистичных пьес у Владимира Лицкого «Дурочка» и «Зэк». «Меса мира» – вядомый музычный твор британского композитора Карла Дженкинса в першиню пригоджите в Могилёве. В этой ораторе городская капелла 7-го вирусня открывает новый сезон. Музыканты кажут, твор довольно смелый и он доступный не каждому профессионалу. Подробязанностью у Татьяны Сергеичек. Ораторе «Меса мира» написано до миленюма и одразу принесла яго аутору Карлу Дженкинсу «Сусветную славу» – твор стал классикой. У яго основе католичная имша, якую композитор объеднал с іншими крыницами, народными песнями середня ветча, розных культур, да сааутарства, притягнул три основные сусветные религии – християнство, иудаизм, ислам. Это произведение, которое звучит уже на протяжении 20 лет на подмозках Европы. В первую очередь, потому что она была сочинена в конце 20 века. В этой музыке действительно постоянно звучащий призыв к миру на фоне церковных служб, различной конфессии, говорит о том, что мы должны любить друг друга. «Меса мира» Дженкинса – довольно складанный тем часом могутный твор, у им объединены классичные и сущасные гармонии, что притягивая слухача. С этим мы впервые сталкиваемся. Обычно мы играем классику, а здесь более интересно, что-то новое. Гэтым твором Могилевская капела вырешила сделать подарунок аматорам духовной музыки до юбилея города. И до своего юбилея 15 год тому капела отримала юридичный статус. Татьяна Сергеичек, Александр Тарасов, Новины региона. За 100 шагов до вечности сборник вершев с такой назвой выпустил могилевский поэт и ваканавца бардовской песни Яуген Жданов. У структуры сборника 99 вершев у разных периодов, у его життя. Головные темы – пейзажная и философская лирика и, конечно, каханья. Сборник вышел невеликим торажом у 20 экземпляров. Яуген Левадзе выходит в Российский и Интернациональный союз письменников. Ее номинант у всероссийских премий «Наследие», «Русь моя» и «Поэт года». А в 2016-м стал дельником литературного фестиваля «Пушкин в Британии», по выниках якого у вайшоу у тридцатку лепших. В 2016-м году у меня был такой плодоносный год, очень много публикаций, общения с критиками, с известными критиками российскими, из Англии, поэтому указания на мои ошибки, я их принимаю, эти указания, стараюсь следовать всем советам, которые мне дают профессионалы. Я еще больше интересных новин, смотрите на нашем сайте tvrmogilio.baya. На этом я с вами разведываюсь. Дякую вам за увагу и до встречи в эфире.